Всем привет! Меня зовут Алексей Масунов. Я студент бизнес-школы, которая находится в Бостоне, штат Массачусетс, Америка. И я принимаю вызов от Игоря Войтенко, который называется Road to the Dream 71. Вот так, кстати, выглядит моя бизнес-школа. Я студент MBA, то есть Master of Business Administration. И в этом мае я заканчиваю свою программу. Вот решил взять этот челлендж. Я обязываюсь выполнять четыре функции. Эй, how are you? What are you doing here? I was in a blank center about my venture. Asking about my venture. Yeah, see. Кстати, вы только что видели моего одногруппника. Он из Японии. В общем, я немножко сбился. Я обязываюсь выполнять четыре вещи. Первая вещь – это диета. Позже я покажу вам свою форму. Я хочу к лету быть намного суше. И чтобы у меня убралось полностью лишний вес, пузо там, все такое. Чтобы у меня четко вырисовывалось хотя бы там два кубика. И чтобы летом я весь был сухой и красивый. И так же здоровый и хорошо себя чувствовал. Для этого второе. Первое – я соблюдаю диету. Никакого сладкого. Пытаюсь считать калории. Примерно, чтобы было одинаково. Второе – я каждый день тренируюсь минимум по 45 минут. Это может быть там марж и бросок на 45 минут. Или же силовая тренировка. Или тренировка со своим весом. Или плавание. Но каждый день должен соблюдать это. Потом третье – это чтение. Я буду читать минимум 10-20 страниц, насколько я помню. Ну, в общем, где-то полчаса, час чтения должен быть в день. Это точно. Именно книг по развитию. Сейчас я читаю книгу. Сейчас я вот о ней поговорю. Про project management. Это на самом деле Роман, который также рассказывает про project management. Потому что в будущем я хочу стать project manager и найти. И в данный момент я, кстати, работаю как project manager. Точнее, не работаю, а больше как делаю проект. Я руковожу группой 6 международных студентов, которые бакалавры для консалтингового проекта для Puma. Вы, надеюсь, знаете эту компанию. И, в общем, я занимаюсь этим проектом сейчас. Общаюсь полностью с клиентом из Puma. Даю задания моей команде. И они все это выполняют. В общем, и последнее. Последнее, но самое главное. В данный момент у меня есть идея создать бизнес в США. Бизнес в IT. Это платформа. Платформа, которая будет коннектить начинающих фотографов, которым нравится фотографировать, которые увлекаются фотосъемкой людей. И коннектить их, которые ищут своих первых клиентов. И эта платформа поможет им найти этих клиентов. Клиенты эти будут. Это в основном те, кто любит путешествовать. Это могут быть какие-то даже фотомодели. Или это могут быть люди, которые только что поженились. Им нужно в медовый месяц справиться. И они ищут фотографа. Или же это, допустим, на их свадьбу. В общем, вариантов много. В общем, я хочу создать это приложение. Я сейчас им жестко занимаюсь. И каждый день, каждый день я буду работать над созданием этого приложения. И каждый день я буду выпускать влоги, видео о том, как я пытаюсь запустить это приложение. В данный момент мне надо в течение недели податься на специальную программу от моего колледжа. Сам Авенши программ называется. Там очень маленький acceptance rate. Это значит, очень маловероятно, что меня возьмут. Но я буду пытаться. Там всего лишь 20%. Ну, не такой уж маленький, но 4 из 5 бизнес-идеи отсеиваются. Если меня возьмут на эту программу, то мне дадут офис, мне дадут менторов. И мне дадут 10 недель, в течение которых я буду каждый день вместе с ментором работать над реализацией этого приложения. И в конце этих 10 недель я буду презентовать свое приложение аудитории из 400 человек, включая инвесторам, ангел-инвесторам и всем остальным, которые потом, с большой вероятностью, могут инвестировать в мою идею, в мой бизнес. Для этого мне нужно сделать уйму работы. Книга называется Deadline. Это роман о управлении проектами. Мой друг порекомендовал его прочесть. Так что я уже начал читать вчера. Так что каждый день буду читать по 10-20 страниц. Очень интересная книга. Всем проект-менеджерам рекомендую. Также тут можете видеть мой лендинг-пейдж, который я сам создал, выучил в верстку веб-сайтов. Так что если вы заинтересованы, подписывайтесь, оставляйте свое имя и email, и вы будете получить информацию, как только приложение будет запущено. Вот я со своей женой. Мы идем сейчас тренироваться. Это моя бизнес-школа снаружи, вид снаружи. А все это, это огромный кампус. Огромный кампус Babson College. Кстати, кампус не меньше, чем в Гарварде. Сейчас мы идем тренироваться. Я покажу немного инсайты про свою тренировку сегодняшнюю и свою теперешнюю форму, и как я собираюсь ее изменить за 71 день. Моя жена сказала, что я должен пузик скинуть. За 71 день, да. Мы в спортзале нашего колледжа. Вот так вот выглядит одна из секций спортзала. Тут основном беговая дорожка огромная вокруг. Это баскетбольное поле. А там свободные веса, зона свободных весов. Что ж, идем туда. Будем сегодня тренироваться в стиле тяжелой атлетики. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня была тренировка в тяжелоатлетическом стиле. Я каждый раз делаю разные тренировки. Вот иногда такие, тяжелоатлетическом стиле. Иногда бодибилдинг-тренинг, иногда со своим весом, иногда просто кардио. То есть по-разному. Конечно, у меня был большой перерыв. Я занимаюсь именно постоянной. Я где-то последний месяц, может, полтора месяца максимум. А до этого полгода у меня был перерыв. Так что восстанавливаемся. Сейчас делаем растяжечку, так как немного времени свободного есть. Идем дальше помпить. Так. Вот такая вот у меня на данный момент форма. При этом это после пампа. То есть немного живот, пресса особо не видно. Массу я немного вернул. Но дело в том, что хочется быть более суше, более форма со спины. Спина вроде выглядит нормально. Но продолжаем дальше развиваться. Вот, собственно, ноги. Тоже как бы размер большой, но немного заплывшие. Ну что ж, посмотрим, что получится. Такой у нас вот прием пищи. Рис с омлетом, с брокколи, с курочкой, с морковочкой. Немножко легкого сырного соуса. Все, все по диете. И еще куча овощей. Меня не снимай, пожалуйста. Я им все скалю. Ну что ж, поздний вечер. И я набросал первые скетчи приложения. Мой друг завтра пообещал оцифровать их. Так что завтра... Выложу влог. Это будет первый влог. Надеюсь, он вам очень понравился. И увидимся в следующих сериях. Вот мои скетчи. Того, как должна выглядеть платформа. Музыка. 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 Продолжение следует...